Владение специальными приемами, боевым оружием, физическая и психологическая подготовка, обязательные требования к сотрудникам охранного предприятия «Атомоохрана». Как и в любом деле, здесь тоже есть настоящие профессионалы. Выявить их призван очередной конкурс специальной подготовки. Сегодня на заключительный этап конкурса прибыли работники, которые победили на двух предварительных этапах. И сегодня они нам покажут свои умения и знания по специальной, огневой, физической и медицинской подготовке. На протяжении двух дней с 20 по 21 ноября учебно-тренировочный городок Смоленской АЭС стал местом спортивного азарта и здоровых амбиций. Всего 18 профессионалов, по три человека из каждого межрегионального управления ведомственной охраны, сокращенно МУВО. Эти сотрудники оказались лучшими на двух предварительных этапах – в своих отрядах, а затем в управлениях. Соревнования проверяют у специалистов те навыки, которые в большей или меньшей степени, но обязательно связаны с их прямыми обязанностями. Это стрельба на меткость, теоретическая, медицинская и физическая подготовка, способность к концентрации и выдержке. Впервые на нашей базе проводится конкурс профессионального мастерства нашего акционерного общества атомоохраны. Мы рады принять гостей со всей нашей необъятной России. Такие мероприятия проводятся с 2013 года. На этапы в Десногорске прибыли сотрудники со многих областей России. География расположения объектов, которые находятся под защитой атомоохраны, очень обширна и охватывает 37 субъектов Российской Федерации. Среди профессионалов есть место и представительницам прекрасного пола. За исключением физической подготовки у женщин те же нормативы, что и у мужчин. Финал мероприятия, второй день соревнований – это не только радость победы. Это еще и время анализа своих сильных и слабых сторон и готовность к работе над ошибками. Конкурсы довольно серьезные. Мастерство нужно профессиональное. Конкурсам очень довольны. Есть к чему дальше стремиться. Лучше работать, лучше получать больше знаний. Вряд ли куда-то попали. Я считаю, ну, покажет судейство. По результатам судейства первое место в командном зачете было отдано межрегиональному управлению ведомственной охраны номер 2. А его сотрудник Юрий Германов из Десногорска занял достойное второе место в личном зачете. Соперниками Юрия были 17 человек. Все организовано по высшему разряду благодаря начальнику отдельного 218-го отряда Агафонову Виктору Николаевичу. Кстати, хочу спасибо большое сказать замначальника отряда 218-го, Сотнику Денису Вячеславовичу и старшина Маштакова Евгения Александровича, которые подготовили меня к этим соревнованиям. Участникам далеко не все нормативы удалось выполнить на отлично. Тем не менее, судьи отметили отличительную особенность нынешних соревнований. Впервые за 7 лет все конкурсанты выполнили упражнения по стрельбе на хорошо и отлично. Удастся ли добиться таких же результатов по другим дисциплинам, будет известно в следующем году. Конкурс профессионального мастерства акционерного общества «Атомоохрана» проводится ежегодно.